Слава Украине! Героям слава! И еще по новой Каховке. Ребята, вчера прекрасно прилетело, абсолютно чудесно, замечательно. Значит, смотрите, что я хочу, прежде всего, сказать. Можете перейти на наш телеграм-канал, ссылочка снизу, и посмотреть там фото как раз того, на сегодняшний день, того состояния, что произошло с этим складом, где расисты хранились. Значит, что они там хранили? Снаряды от... Прежде всего, ракеты от систем залпового огня. Это Ураган, Смерч, Град. А также снаряды ствольной артиллерии. Они это все дело свозили туда несколько дней подряд. Как только они это все закончили делать, одно точное... Один точный прилет, не знаю чего именно, но есть разные варианты. Говорят, и Хаймарс, и дальнобойная артиллерия могла сработать, потому что там у нас сейчас такие снаряды, которые летают в форточку за 60 километров. То есть, все что угодно, вплоть до боевых гусей. Там все что угодно. Беспилотник, Байрактар мог сработать. То есть, там все что угодно могло было быть. И поскольку расисты там набрали такое количество, навезли, точнее, такое количество взрывчатки и боеприпасов, чтобы было достаточно небольшой искры, чтобы это все бабахнуло. И дым был виден из Херсона почти за сотню километров. То есть, ну, представьте себе, какой размер бабаха. И что сегодня можно посмотреть, что это было промышленное... Это было такое, типа ангаропомещение, но видно, что от него там... Точнее, от него ничего не осталось. Но остатки того, что разбросано рядом по земле, напоминает помещение типа ангар, промышленное помещение, куда расисты свозили свои боеприпасы. И также, что еще интересно, это то, что расисты сразу же развернули кампанию о том, что, мол, там дети были, что, мол, там местные были. Ну, чушь собачья, как обычно, они всегда врут. Россия всегда врет, даже можно не обращать внимания. Хотя я не удивлюсь, если они вот это все разместили рядом с жилыми домами. Я вам лично показывал, снимал видео, если вы помните... Кстати, я его сейчас размещу, вот там вот сверху размещу, и там посмотрите, да. Лично мое видео из Ирпеня... Нет, это было уже из Буча, да, это было в Буче. Но неважно, Ирпень, Буча, почти один и тот же город. Так там расисты минометную батарею... Я просто заснял эту батарею, поставили в пяти метрах от домов. Специально для того, чтобы они могли обстреливать ВСУ. А ответка им не могла прилететь, потому что любая ответка... Ну, сами понимаете, когда там, наверное, было 4 120-х минометов... Да, 4 штуки там, я так помню. Ну, посмотрите видео, сами посмотрите. Там 4 120-х миномета стояло просто в пяти метрах от ближайшего жилого дома. То есть там, получается, с одной стороны в пяти метрах, а с другой стороны в 20 метрах. Как не пульнешь ответку, она прилетит в жилые дома. Вот как делают расисты. Они размещают воинские объекты вблизи жилых домов. Это уже тысячу раз известно. А потом, когда по ним прилетает ответка, они начинают верещать, что проклятые укры кого-то там бомбят. Ну, это типично российско-фашистские. Эти все мансы, эти все все знают. То есть тут даже нечего доказывать, нечего рассказывать. Давно известно. Это их фашистская методика ведения войны и привлечения, то есть вызова удара по гражданским. Как говорил Путин, да, мы сначала пустим женщины и детей под мясорубку, а потом сзади поставим своих террористов. Ничего нового, да. Все старое, все уже то же самое мы проходили. То есть, ребята, интересный еще один момент. Вот эти снаряды, которые там находились, расистские, они бабахкали до сегодняшнего утра. Взрывы прекратились сегодня уже утром. То есть, ребята, было попадание, что называется, в тютичку. Попало как надо. Рашисты. И по визгу, по визгу рашистов, по визгу кремлевских крыс сразу видно, что сработало, что надо. Но сразу же хочу вам сказать, ребята, не новой каховкой жив этот день. Боже мой, там и в Шахтерск прилетело, и еще по Херсонской области прилетело. Там столько всего наприлетало. Я уже молчу. Я еще отдельно расскажу там одного рашиста такого клевого, прикандропупели из Росгвардии. Прикандропупели в самом Херсоне на Песте. Вчера полетел на этот самый, прямо на крейсер Москва полетел. Короче, ребята, наши их там жарят в Херсонской области и в Донецкой области жарят. Так что ж, гай шумит. А что будет, а будет жарить еще сильнее. Слава Украине!